Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня поиграем в игру, которая называется Стимпанк Тауэр, вторая часть. Приветствую вас, командор, я лорд Бертман Бингем. Добро пожаловать в мое последнее пристанище. Это секретная база, созданная для поддержки нашего главного оружия, летающего транспортера боевых башен. Эта война свидетельствует моих ошибок, но я стар и мне приходится полагаться на умелого военного, чтобы исправить их. Так или иначе, ваша задача проста, культ должен быть уничтожен. Лорд Бингем. Командор, разрешите представить вам моего первого помощника Натали, она поможет вам со всеми вопросами и задачами. С удовольствием, но у нас срочное дело, недалеко от базы замечены разведчики культа, они движутся в нашу сторону. Это недопустимо. Боюсь, командор, вам придется учиться на практике. Натали вам поможет. Это наша база, командор. Мы планируем построить здесь целый город. Для выбора миссии откройте глобальную карту. Сюжетные миссии обозначаются красными иконками, случайные стычки с врагом желтыми, а особые миссии синими, нажмите на башню. Так, пехоты, воздушные, пока непонятно, что это. Перед началом миссии вы должны выбрать пушки, которые загрузим в башню. Сейчас у нас только два пулемета, кликните на них. Оса. И еще одна оса. Окей. Это что такое у нас тут? Летит. А, это типа башню выпускают? Или это такая бомба? Опа. Смотри, смотри, смотри. Так, жми сюда. Новый враг, солдат, пехота. Ну. А-а-а. Нажмите на пушку и передвиньте ее в правую сторону. Что-то я не понял, сюда что ли? А-а-а, вот как это работает. Так, ребят, на нас пехота идет. В щепки эту пехоту. Хе-хе. Так, теперь я понял, ребят. Теперь с этой стороны пойдут. Ну что же. Это, ребята, ну, как из названия понятно, Tower Defense, стимпанковский только. То есть пехота хочет уничтожить мою башню, что ли? Опа. А теперь мы передвинем. Вот так вот. Значит, и здесь, и там волна. Всего три волны. Ой. Камикадзе. Подожди. А, мы их подбиваем тоже, да? Да убери ты эту фигню. Она мне не нужна. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Все, пока нормально, ребят. Пока справляемся. Я надеюсь, потом эти пушки можно прокачать. Потому что 100% враг будет сильнее. Ну что же, победа. Ага. И башню эту они забрали с собой. Ну, это прикольно сделано. То есть... Опыт плюс 10. Оп-хоп-хоп. Что это, пока непонятно. Задание выполнено. Получить награду. О, господи. Чуть не уничтожили мою башню. Врагов было не так много. А башню вернули в разбитую. В хлам. Познакомьтесь с Эбигейл, командор. Она очень талантливый механик Эбби. Попытайся помочь командору и покажи ему, как производить и улучшать пушки. Хорошо, хорошо. Следуй за мной. Это наше оружейное, где мы можем покупать и улучшать пушки. Для начала купим еще один пулемет. Ну, давай, построить. Зайди в лабораторию, чтобы улучшить пушку. Здесь показаны все возможные улучшения для каждой пушки. Чтобы получить доступ к улучшениям, нужно достаточно количества деталей. Перетащи особую деталь на окно разработок. Вот это особая деталь. Бронебойные снаряды. О, это хорошо. Просто найдите мне врагов, и я покажу, как использовать переизбыток пара в пушках. Хорошо, мы почти готовы. Только нужно починить башню перед боем. В этот раз Эбигейл едет с нами и покажет, как использовать супер-выстрел у пушки. Уничтожить вторую группу разведчиков. Получить или удвоить? Не, давай просто получим. Так, готово. Новое задание. А мне куда нужно? Сюда идти или... Так, это задание у нас, да? Значит, сюда. А, тут мы просто деньги собрали. То есть, мне надо... А вот это что такое? Ага, купить. А сколько она стоит? Понял. 100 вот этих вот зеленых кристаллов. А где они у меня? Сколько вообще их? Йо, 280. Слушай, давай-ка, наверное, я возьму... И куплю еще одну. И улучшить. Ну, вот эту, например, можно ее улучшить? Что вот это дает нам? Фиг знает. Ну, что-то додает. Так, уровень 1. Уровень технологии 1 из 6. Тут еще Виктор, Элизабет, Винсент. Задание, достижение, энциклопедия, помощь. Ну, я думаю, что пока нам надо идти, ребята, и дальше воевать. Так, пехоты много, воздушных. И какие-то прототипы у нас будут. Выбираем. Сначала мы должны починить башню. Всегда проверяйте состояние башни. А, слушай, а где там? Я не вижу, например, чтобы здесь где-то было показано ее состояние. Ну, что же, вылет очередной, ребята, у нас. Посмотрим, кто и что на этот раз будет на нас наезжать. Это прикольно сделано, да? Башню просто выпускает. Идич. Смотри, автоматически всех расставили. Сами. У нас тут, видишь, какой-то паровой котел, блин. Купится здесь что-то. Тьфи. В хлам их тут всех. Правильно. Никого не жалеть. Дальше, конечно. Новый враг. Бронесолдат. Опа. Да ладно. Такие жесткие. А как там, например, башню? Я видел, что башня там на картинках намного выше, чем здесь. У меня какая-то маленькая пока. А вот это вот что такое? Вот мы стоим здесь. А, это мы... Это мы чинимся или что это? А, друзья мои, у нас боезапас, оказывается, еще заканчивается. Каждая пушка набирает перегретый пар для супервыстрела. Когда пушка загорелась синим свечением, нажми на нее и перетащите прицел на врага. Пушка выстрелит супервыстрелом. Так вот, что ли? Ну, это круто. Есть. С этой стороны у нас сейчас такие же пойдут. Опа, бронированный жук. Фига себе. Давай, 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 давай. Есть. Ребята, ну, неплохо. Жука мы уничтожили. Бронированных чувачков тоже уничтожили. Так. Заверши уровень без... Без урона нанесенного, да? Это подшипники. Тут вообще поломанный подшипник. Получить награду. Ох ты. Уровень 2. Лаборатория тяжелых пушек. Лаборатория молний. Лаборатория пил. Лаборатория ракеты. И центральный район первого уровня. Доступны новые здания. Внимание, командор. Важная информация о нашей базе. Лаборатория позволяет производить новые типы пушек. Жилые районы приносят деньги. Улучшение главного завода приведет к росту технологического уровня всего города. Тебе бы лучше слушать деда, Эбби. Короче говоря, мы должны готовы к постройке тяжелых пушек. Но сначала нам нужно построить лабораторию для них. Купить. Вот эту надо, да? А, это секира, там оса. Чтобы покрыть наши расходы, мы можем разобрать... А, мы можем работать наемниками. У меня для вас заказ. Фанатики культа угрожают местным жителям. И я полагаю, что мы должны им помочь. Да, и награду обещает. Время от времени нам будут поступать контракты на боевые миссии, где нам придется бороться с армией культа, фанатиков или повстанцев. Слушай, я, наверное, вот эту одну уберу. Возьму секиру. Я не знаю, насколько, правда, эта секира хороша, потому что нам про нее ничего не сказали. Но, видимо, как говорится, мы все это будем проверять прямо на поле боя. Заодно посмотрим, как секира работает. Так, 14-22 урона, а у этой... Нифига, 14-22 урона, это... Ёк, макарек. Ты посмотри, как она бомбашит. Она не бьет по воздушным целям. Она бьет чисто по наземке, ребят. Ё-моё, давай-давай-давай-давай. Есть. Вот что такое секира. Так, следующая ловна, да? Блин, по-моему, нам надо поменять. Ать, я не могу поменять. Вот это жесть. Давай, бомби по ним. Есть. Блин, ну вот этот секира, конечно, тут бомбит круто. А, вот как можно. Ой, зря я так, наверное, сделал. Ладно, ждем следующих врагов. Твоё налево я не могу отменить. Ладно, сейчас дождемся, пока уже сами враги пойдут. Блин, опять какой-то комар тут летает, бесявый. Ну, с этим разберется. Да, правильно. Проверим. Ёк. Не кисло. Ещё такая музыка. Боевая. Пушки тратят патроны во время стрельбы. Перезарядка пушки быстрее по центру башни. Это я понял. Эй! Твою налево. Вот это вот опростоволосились мы. Вот это мы урона получали. Блин, эта пушка не работает, потому что... Вот это я лопуха, конечно, дал. Эта пушка очень долго, ребята, заряжалась, поэтому... Никаких тут три звезды и не пахнет. Столько урона мы получали. 200 монет. Награда ещё здесь сверху. Входящее сообщение. Лорд Бингем, сэр. Это Виктор. Наш секретный проект под угрозой. Курт начал вторжение в Португалию. Но моя пушка не готова. Я боюсь, что они обнаружат меня. По-видимому, мы должны защитить мои инвестиции и защитить секретное оружие Виктора. Секретное оружие? Тоже мне. А вот моё секретное оружие уже готово. Я покажу вам его в следующем бою. Так, что у нас здесь? Португалия. Все зоны являются территорией Португалии. Это самая западная страна континентальной Европы. Влияние культа низкое. Разведку ещё сделать надо. Ох, ё. Слушай, дай-ка я кое-что гляну. Так, жилой район для служащих, канцелярии, помощников, инженеров и подмастерия. Приемлемые условия для жизни за небольшие налоги. Построить? Построить. Здесь деньги. А это что у нас такое? Лабораторный комплекс для проектирования и тестирования пушек на базе технологии тяжёлой артиллерии. У меня не хватает кристаллов. К сожалению, друзья. Кстати, тут можно крутить спин. И... Опа. Всё-таки... Всё-таки сюда выпало, да? Хе. Забрать. Ну что ж, забрал. Новое задание. Отправляйтесь в Португалию и остановить первую волну вторжения культа. Блин, всё равно не хватает. Чуть-чуть. Чуть-чуть буквально. Так, я вот думаю, что бы нам ещё. Может быть взять секиру ещё одну? Или... А почему ворона я не могу построить? Не знаю. У вас недостаточно ресурсов. Я понял. А если я секирую, улучшу? Что... Что тут... А, вот-вот-вот, ребята, улучшение идёт. Видишь, синяя полоска? Накоплются. Когда она копится полностью, мы сможем с тобой её прокачать. Ё-моё, тут снарядов всяких будет. Не снарядов, а пушек. В общем, короче, друзья, я пошёл... Погоди. А вот это что такое? Нападение, что ли? Короче, мне нужно сюда идти. Ну что, подчинять. А, я уже всё подчинял. Так, в бой идут вот эти вот пушки мои. Ну что, такой дирижабль. Ну, правда, будущее какое-то. Это ещё такая разворачивается. Вниз. Вот это прикольно сделано. Она мне, знаешь, чем-то напоминает редкун. Помнишь, в такую игру играли мы? Так, жми сюда, жми сюда. Ну, нажал. Идут супостаты. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Блин, от него пуля отлетает. Блин, мы хоть его забомбим. Эй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ребят, смотри, 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 что происходит. Всё, успели. Так, заряжаемся. Ты посмотри, это зачем так вот показывает мне? Издалека, типа, их дофигища тут будет идти, да? А вот с этим-то как разобраться? Блин, почему я не могу поменяться местами, а? М-м-м. Эй, а этих-то, этих-то? Твою налевострельнул всё-таки в мою башню. Новый враг, моноколесо. Да иди ты с каким-то ещё тут моноколесом. Эй. Да понятно, что моноколесо. Чё вы мне показываете-то его всё постоянно? Жёстко, жёстко, ребята. Блин, сюда всё-таки нужно брать одну секиру тоже. Два пулемёта, это, конечно, хорошо, но это недостаточно, ребят. Так, заряжаемся. Так, предпоследняя волна сейчас. Блин, секиру так долго грузится, посмотри. Так, выходим. Эти заряжаются. Некогда пока. Ребята, опять бронированная фигня идёт. Эть, успели. Ну ты посмотри, от неё просто как... Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тюф, рикошетин. Она всё-таки успела выстрелить. Нет, сюда нужна секира, однозначно. Этот ещё со своим пистолетиком там пшикает что-то мне. Так, сейчас попробуем зарядиться. Волна уже, ребят, на подходе. Эти заряжаются. Так, выходим. Так, это пока прикроет, я думаю, всё равно тут. Упс. Блин, она хорошо броню снимает. Вообще идеально. Паровой луч. Командор, мы готовы к запуску главного орудия башни. Активируйте глаз, а потом кликните по врагу. Глаз. Ну сюда, например. Ё. Вот это глаз. Вот это я понимаю, ребят. Хе-хе-хе. Фига. Вон у нашей, как говорится, базы ещё приколюхи есть какие. Опыт 40. Так, 90 этих штук взяли. Это хорошо, это приятно. Так, теперь вокзал, лаборатория пулемётов, железнодорожный район и центральный район. Третий уровень мы получили. Внимание всем. Я пригласил Виктора в нашу команду. Он будет осуществлять артиллерийскую поддержку для нас. Это честь для меня, но сначала я должен закончить строительство моей главной пушки. И я не могу этого сделать, потому что последователи культа украли очень важный механизм. Я должен найти их и вернуть его обратно. Мне кажется, сейчас самое время построить вокзал. Да, паровозики я люблю, паровозики. Командор, приступайте к строительству вокзала и отправьте Виктора на особую миссию. Так, это у нас... Основной транспортный узел нашего города. Усовершенствование вокзала позволит отправлять агентов на более далёкие расстояния. Сюда же приходят поезда с ресурсами. О как. Так, я помогу вам ускорить строительство. Давай. Отлично. Есть три типа поручения и военные миссии, дипломатические и разведка. Такие миссии приносит Эзериум. Эзериум. Пока у нас доступен только Виктор. Отправьте его на миссию. А-а-а. Так он сам по себе, ребята, идёт. Слушай, ну это шикарно. Эть-эть-эть. Новое задание. Я ничего не могу сделать, пока этот Виктор, видимо, не дойдёт. Вон, видишь, поезд идёт. Пыхтит. Слушай, он куда-то пришёл. Или нет? Нет, ещё не пришёл. Он заезжает в пещеру. Ну, я ничего сделать не могу. Подожди, что-то там было. Так, здесь я тоже ничего не могу сделать. Так, лаборатория пулемётов. Улучшение для всех пулемётов. Фига себе улучшение. Так, а вот, да блин, я не могу. Северная Испания. Тоже не могу, ребята, этого пока сделать. Ускорить. Получите груз со специальной миссии. Ага. И я боюсь у нас проблемы, командор. Наши разведчики доложили, что культ готовит массированную атаку на порта. Крупнейший морской порт Португалии. Мы не можем позволить этому случиться. Вы ведь хорошо подготовились к этой битве, командор. Я приказываю вам взять как минимум две тяжёлые пушки и защищать город, пока пушка Виктора не будет готова. Тогда для начала мы должны усовершенствовать саму башню. И добавить место для пушек. Зайдите в ангар. Чтобы получить доступ к улучшениям, нужно достаточное количество деталей. Перетащите особую деталь на окно разработок. Опа. Улучшенная конструкция башни. Ху-ху. А ещё могу? Так-то дорого тут всё это прокачка стоит. Так-с. Ну что, здесь деньги заберём. Северная Испания. Так, здесь у нас для всех пулемётов. Лаборатория. Может быть её нам построить? 30 минут будет готовиться лаборатория эта. Зерема у нас фиорич 77. Мало. Так. Для этой миссии нам необходимо две тяжёлые пушки. А у меня только лишь одна. Так-с. Для этой миссии. А я могу? Так, награды. А где-нибудь... Так, три ящика. Тю-тю-тю. А вот это что такое? Виктор. Начать. Выберите, кого отправить на миссию. Ну, Виктора. Опять Виктора. Сегодня Виктору не везёт, ребята. Он у нас катается. Так, значит, две пушки нам нужно, да? Вот такие вот взять. Блин. И зерема не хватает. А сколько у меня самоцветов? 41. Ребята, что будем делать? Слушай, подожди. Какую мы миссию с тобой не прошли на три звезды? Эту? А мы и не пройдём с тобой её на три звезды, потому что у нас нету секиры. Эй, фиг с ним. Что? Супер оружие. Здесь вы можете купить заряды для супер оружия или правого луча, а также купить бонусы для текущей миссии. Да я не хочу, наверное, здесь ничего покупать. Мне и так нормально. Эту миссию мы проходили. Это по повторке. Я просто, ребят, хочу получить эзериум. Он мне необходим для того, чтобы купить ещё одну тяжёлую пушку. Я же не думал, что меня без неё не впустят на миссию. Вот в обязательном порядке это нужно было. А-а-а, у нас ёк-макарёк. Если бы я знал, что это, я бы сюда бы ещё взял бы. У меня же там одна пушка, по-моему. Я ускорился, ребят. Так, следующая. Давай. Хорошо, поём. Так, пока у нас это, может быть, зарядим. Наши пушки вот здесь надо копить энергию. Чё, никого нету, что ли? Нет, идут, идут партизаны. Так, надо бы без урона как-то пройти, чтобы получить хороший сундук. Твоё налево, вот надо было ему пшикнуть, а? Ну, потому что две пушки. Было бы три, было бы вообще идеально, ребят. Я ускоряюсь, короче. Ой. Хотя, давай-давай, это бомбанёт сейчас по нему. На тебе. Есть. Вот и всё. Блин, ну внутри ли звезды? Вот что меня интересует. Опыт 6. Сорок две монеты? Обратно полетело. Разведать. А-а-а. Эта зона охватывает северную часть Испании. Замечены вражеские группы и агенты влияния культа низкое. Тьфу ты, вот что как тут можно было сделать. Просто разведывать. Достигнуть нужно четвёртого уровня для следующей разведки. А вот это что такое, ребят? Захватить дирижабль и получить тысячу монет? Я так понимаю, захват это типа рекламку глянь, и будет тебе счастье. Новое задание. Армия культа подходит к порту. Так, это я понял. Порта. Денег маловато, чувак едет. Вот. Вот оно. Теперь покупаем тяжёлую пушку секиру. Погоди. Вот здесь вот. Да. То есть у нас две секиры. Две секиры. И... Одну из них, наверное, мы улучшим. Попа. А чем мы её улучшим? Нам улучшать нечем. Хе-хе. Ну что же. Для этой миссии необходимо две тяжёлых пушки. Да подожди, а это разве... Две тяжёлые пушки есть у меня? Чё вы... Вот они меня, годиныши, с панталыги-то путают. Подчиним. И вперёд. Здесь вы можете купить бонусы для использования в бою. Сейчас доступен только паровой луч. Ну и пускай будет доступен паровой луч. Сейчас мы делаем высадку и начинаем, ребята, колбасить. Две тяжёлые пушки. А, кстати, как у нас пушки-то эти расположены? Я что-то не заметил. Ну, по-любому. Две стоят на одной стороне. Опа, город. Так, смотрим. Отлично, кстати. Отлично, ребята, у нас тут сейчас. Будет такой расколбас. Особенно вот с этой стороны. Тут вообще... Нет, подожди. Тут одна тяжкая. Отлично. Так, на всякий случай, ребят, сразу же нажмите, чтобы вызвать волну, чтобы получить больше пары для оружия глаз. Ага. Значит, всё-таки надо, ребята, да? Танкетка. Новый враг. Что ещё, блин, за танкетка? Какая-то пушка... Да? Не-е-е, только тебя тут не хватало, а? Друзья, бронированные хмыри идут. Давай-давай-давай, родная моя пушечка, бомби по ним. Надо их на перезарядку поставить. Ёк-макарёк. Летят, летят, летят гуси. Так, эти пока перезаряжаются у меня. Всё равно там у нас... Ничего не идёт. Так, вот это вот главное бомбануть. Есть. Так, эти убираем. Эти ставим на перезарядку. Твою налево. Танкетки, все дела, да? Так, это у нас четвёртая волна получается, да? Ты бич. Есть. Так, все синенькие, все готовы, в принципе, ребят, бомбить. Так, вот это на перезарядку и вот это вот. Так, идёт. Обалденно. Вот это мне нравится. Ой-ёй-ёй. Хе-хе. Крут. Так, это пятая волна. Нормуль. Блин, как он долго копится, этот паровой луч, ребят, если честно. Опа-на. Быстрее пока перезаряжайся, парень. Выходи. На. Я что-то не... Что там? Командир, держитесь. Виктор готов к удару. Просто дайте мне верные координаты. Это мужик или баба? Я не могу понять, в лицо как у бабы с усами. Какие координаты? Так, жми сюда. Сюда. Нифига тут. Гаубица. Вот это круто. Вот это я понимаю, ребята. С такой гаубицей, как звезда нули. Так, смотри-ка, супер деталь какая-то выпала мне. Лорд Бингем, мы получили сигнал от мисс Элизабет фон Браун. По-видимому, она дочь мистера Брауна. Дочь вашего главного противника. Мои глубочайшие извинения, лорд Бингем. Я обращаюсь к вам, так как у меня нет другого выбора. Вы мой последний шанс спасти моих людей и мои разработки. Элизабет, дорогая, ваш отец. Мне ужасно стыдно за моего отца, лорд Бингем. Но он мертв. Я последний из Браунов и должна думать о моей компании, моих людях и моем наследии. Наша база была раскрыта, а культ уничтожил нас. Это всего лишь вопрос времени. Я отдам вам часть своих разработок. Пожалуйста, помогите нам. Элизабет, сейчас у нас общий враг, и мы сделаем все, чтобы сдержать армию культа и выиграть вам время для подготовки эвакуации. Вот оно как, да? Провести атаку на культу, совершенству, в вокзал. Хм. В вокзал. А у меня не хватает. Фу-фу. Чуть-чуть буквально, ребята, не хватает. Что такое, New? А, это я, нифига себе, тысячел массов в 500, и, видимо, да. А что же мне тогда сделать-то? Так, бронемашины, воздушные, прототипы и пехота. Тут очень много бронемашин будет. Очень много бронемашин. А если я, например, улучшу... Так, детали. Тут 24 детали, кстати. Тут, наверное, выгоднее будет улучшать. Опа. Ворочное место для снарядов. Плюс 30 к дистанции огня. А, тут одно из двух выбирает только. Больше... Так, больше улучшений будет достаточно после задания контроля над заводами. Ага. Блин, я взял 30 к дистанции огня. Выбрал, блин, вместо того, чтобы больше снарядов иметь. Ну, тупанул, ребят. Ну, что поделаешь. Оса. 18 деталей. Что это у нас? 10% скорости стрельбы. Бронебойные снаряды. 1, плюс 1, минус 1 урона. Что-то не пойму. Давай, наверное, это возьмем. Так-с. Ну, что. Попробуем. Все, как есть. Так, а здесь же можно, наверное, как-то поменять. Не, ну, однозначно сюда я возьму это. Сюда это. Тут по-другому лучше не сделать. В бой. Ну, что, пошла очередная высадка. Мы же еще можем башню как-то улучшить нашу, да? Жми сюда. Ну, давай сразу же. Ох ты, дирижабль. Так. Дирижабль. Есть. Летят с постаты. Так, эти пока у нас все равно бездействуют. Пускай немножко хоть снарядов заберут. Так, теперь этих выставляем. О-ля-ля. Так. Вот это вот танкетки, блин. Слушай, а может быть мы даже не зря прокачали здесь бронебойки. На наших вот этих пушках. Может он даже и к лучшему. Может быть оно даже и к лучшему. Так. Выходи, выходи, выдвигайся. Дирижабль, ага. Вот он. Пока все нормально. Ребят, тут будет пять волн. У нас это третья волна. И есть у нас один заряд. Естественно, я его пока тратить не собираюсь. Бронемашина. Это... Ёк, макарёк. Это действительно бронемашина, ребят. Есть контакт. Окей. Нормально. Замечательно. Последняя волна. Заряжайся быстрее, пушка. Блин. Уничтожить 500 юнитов. Получил я вот такое, ребята, достижение. Ядрить тебе на корень. Да ладно. Нет, все-таки урон нанесли, а? Прошивцы. Тут, видимо, надо вообще, ребята, без урона пройти, чтобы получить хороший сундук. Хотя три звездочки. Отлично. Слушай, 234 этого Эрезиума. Я ведь могу что-то прокачать. Так, 150 монет. 45 деталь, 36. Может быть, завод нам этот улучшить, а? Где он там? Погоди-ка. 50 в плюсе. А, будет не 150, а 200 монет, да? Выдавать тогда, получается. Улучшение для всех пулеметов. Давай улучшим, а? Вы не можете строить два здания одновременно. Подожди, а какое еще здание? Блин. Конечно же, конечно же, вокзал же мы с тобой строим. Или что это? Я уже не помню, если честно, что мы тут ляпаем с тобой. Ну что, друзья мои. Давайте-ка мы, наверное, с вами на сегодня закончим играть. Ну, обязательно увидимся в следующей серии, если вы захотите, если вам вообще понравилась эта игра. Так что, всем удачи и до новых скорых видосиков.